Приветствую вас, дорогие мои голубушки! Приветствую вас, дорогие мои сударыни! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на июнь 2020 года для знака Лев. Левицы, милые мои левицы, приготовьтесь. Это информация для вас. Итак, что же вас ждёт в июне месяце? Какие события вас ожидают? Ну, начнём, как всегда, с фона месяца. Выпал Паш Пентакли. Ну что, можно сказать? Денежные дела вас будут интересовать. Месяц будет именно наполнен какими-то финансовыми операциями, какими-то, может быть, даже финансовыми сделками. То есть что-то вы будете практичное делать, что-то вот, может быть, даже для украшения себя, может быть, покупочки будете делать, может быть, для своего дома. Не исключено, что будете учиться каким-то практическим навыкам. И не обязательно это связано с работой там или с бизнесом. Нет, это может быть любая абсолютно сфера, область вашей деятельности, область ваших интересов. Также Паш Пентакли намекает и на новости финансовые. Вообще на новости, которые могут вам прийти. И эти новости могут касаться как денег, так и новости, связанные с вашими детьми. И это может тоже быть. Ну, давайте посмотрим, что карты нам говорят про остальные сферы вашей жизни. Сфера работы. Сфера бизнеса. Кто занимается бизнесом. Домашние дела. Хозяйские дела. Дела семейные. Финансовые дела. События в финансовой сфере. Как сложатся отношения для тех, у кого есть партнёр. Друг, любовник, супруг. Разные варианты. Тут сами выбирайте. И какие события в личной жизни ожидаются у свободных львиц. О, серьёзно. И последняя у нас ещё будет позиция. Это совет Оракула. Затмение. Но мы его попозже узнаем. Итак, сфера работы. Работы по найму. Если кто-то ищет работу, есть шанс довольно хорошо устроиться. Найти работу. Всё-таки королева Пентакли, она дама практичная. Она дама правильных действий. Рассчитанных действий. Не вот так, что вот. А пойду-ка я туда, может там получится. А пойду-ка я туда, вдруг там повезут. Нет. Тут какое-то, знаете, целенаправленное действие. Целенаправленные шаги. Проанализированные, что именно там может получиться. Может кому-то поспособствует трудоустройство и какая-то персона. Персона, которая имеет связи, имеет контакты и имеет, конечно, возможность и влияние вас трудоустроить. Если вы работаете, то дама Пентакли говорит, что к работе в этом месяце вам придётся отнестись очень серьёзно, продуманно, рационально, потому что именно этот месяц будет очень важен для вашего будущего. Может быть, будущего продвижения. Может быть, будущего нахождения вас в этой фирме. Особенно, если идут слухи или есть вероятность того, что фирма может начать сокращать работников. Поэтому вы будете сосредоточены на работе, на выполнении, скажем так, на правильном выполнении своих обязанностей, на качественном выполнении своих обязанностей. Да, в ваши дела на работе может вмешаться женщина. Ну, так как здесь у нас выпала королева Пентакли, скорее всего, это ваша начальница или женщина, которая имеет влияние на руководство, влияние в фирме. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Не исключено, что решается вопрос с вашей персоной. Возможно даже, что вы заинтересовали работодателя и на вас есть какие-то планы. То есть ваш работодатель увидел в вас большую ценность и, может быть, даже хочет использовать ваши знания и навыки в более широком спектре применения в фирме. Вполне возможно. Да, может быть повышение, может быть увеличение зарплаты. Всё-таки, учитывая фон месяца Паш Пентакли, это, как я уже сказала, новости. Новости, возможно, финансового плана. Поэтому вполне возможно, есть прямая связь событий у вас на работе в части повышения вашей зарплаты. Или касающиеся каких-то выплаты каких-то бонусов, выплаты каких-то премий, может быть. Ну, что-то в этом роде. И обязательно обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Что касается бизнеса, кто занимается бизнесом? Ну, здесь выпала карта смерти. Девочки, да, не исключены перемены. Может, вы от чего-то откажетесь, от каких-то, может, операций. Может, даже что-то настолько измените в своём бизнесе, что выкинете, знаете, выкинете из своего бизнеса то, что вам мешает или не нужно, или уже потеряло свою актуальность. То есть, да, идут перемены. Идут перемены. Возможно, это сокращение работников. Вполне. Может быть, даже это принятие решения о закрытии бизнеса. Или его перепрофилирование. Всё может быть. Не исключено, конечно, это связано с какими-то новостями. Новостями налогового законодательства. И вам придётся реструктуризировать свой бизнес. Либо принять какие-то кардинальные меры, чтобы уложиться в эти налоговые требования. Или получить налоговые преференции, льготы, благодаря каким-то вашим изменениям. Так что здесь лёгких путей не ожидается. Здесь, конечно, у вас будет идти очень интенсивная работа, требующая от вас довольно-таки глубокого внимания ко всем процессам, которые будут происходить в вашем бизнесе. Что касается дел домашних, дел семейных, здесь у нас выпала семёрка мечей. Да, сфера эта тоже потребует внимания. Почему? Потому что не исключены изменения или какие-то события, обстоятельства, которые заставят вас либо поменять свои планы, либо пересмотреть ваши отношения, к чему-то или к кому-то всё может быть. Возможно, это связано и с бюджетом вашей семьи, вашего дома. Может быть, для кого-то это будет связано со сделками по недвижимости или с поездками куда-то, с перемещениями, с переездами. Придётся поменять планы, пойти по другому пути. Ну, что это, конечно, у каждого это будет своё, но тем не менее, семёрка мечей, она всегда говорит об активном анализе происходящего. И согласно этого анализа будут меняться ваши планы. Да, очень даже вероятны изменения в этой сфере, дорогие девочки. Что касается финансовых дел. Здесь у нас выпала тройка чаш. Ну, в принципе, вы знаете, не исключено, что вот эти финансовые новости вас очень порадуют. Здесь по тройке чаш, наоборот, идёт радость, наоборот, идёт расслабление. Как-то, знаете, может, даже в этом месяце вы особо и не будете напрягаться над вопросом, а где подзаработать, а как получить деньги, а как расплатиться за это, а как купить вот это. Нет. Более того, у вас будет достаточно средств, судя по карте, чтобы доставить себе какие-то удовольствия, пройтись, как говорится, шоппингом по магазинам, что-то приобрести, посидеть с подружками, организовать вот такую вечериночку, расслабиться на ней, может, выпить винца, как говорится. То есть порадовать свою душеньку или свою семью порадовать, и это тоже может быть. Может быть, даже расходы понадобятся именно на какое-то мероприятие. Это может быть и семейное мероприятие, это может быть и мероприятие, связанное с какими-то делами, может быть, на работе, может быть, в других каких-то сферах. Но это позитивное мероприятие, это позитивное событие, которое для души, для сердца и вообще, как говорится, для радости. И слава Богу, дай Бог, чтобы такое, как говорится, часто случалось. Дальше идём. Отношения. Отношения с партнёром. Здесь у нас выпала десяточка чаш. Ну что, вы уже, наверное, поняли по картиночке, что тот, кто не замужем, вполне может получить в июне месяце предложение руки и сердца. Кто-то, может быть, даже подаст заявление в ЗАГС. У кого-то состоится действительно и бракосочетание. То есть мы видим радость, мы видим пару, мы видим свадьбу. То есть, в принципе, отношения с вашим партнёром доставят вам только позитивные какие-то эмоции. Причём эти эмоции иногда будут, ну, просто, скажем так, зашкаливать. Настолько они вам будут приятны, настолько они для вас будут радостны. Как есть выражение. На седьмом небе от счастья. Вот что-то типа этого. То есть здесь, девочки, карты обещают только позитив. Здесь нет никаких шероховатостей. Если кто-то в ссоре находится или на стадии разрыва связей, или, может быть, даже развода, карта всё равно предвещает, да, эмоциональную составляющую. И, возможно, эти эмоции будут связаны с быстрым разрешением этого процесса, окончанием этого процесса. Или разрыв и развод будет настолько в вашу пользу, что для вас это явится какой-то неожиданностью. И, как говорится, вы будете очень счастливы от того, что всё закончилось и закончилось на благо вам. Вот как-то так. Что касается свободных львиц, девочки, у вас выпала карта колесницы. Ну, во-первых, карта колесницы может говорить о какой-то поездке. Либо будет знакомство в поездке, либо знакомство с приезжим товарищем. Но карта однозначно говорит о достижении цели, о победе. То есть есть большая вероятность знакомства и быстрого, очень быстрого развития событий. Как говорится, не успела оглянуться уже под венцом. Вот что-то типа этого, девочки. Также карта говорит, что вы будете пользоваться просто бешеной популярностью в июне месяце со стороны мужчин. Ну, конечно, это может быть только в случае вашего истинного желания найти партнёра, повышении вашей харизмы, женской харизмы для привлечения нового партнёра. То есть, да, карта не говорит, что вот вы, сидя, как говорится, дома, и вот, пожалуйста, и познакомились. Хотя, честно говоря, бывают и такие случаи, что действительно человек ничего не делает, но приходит кто-то в гости, или с кем-то в гости, или вы где-то в гостях побывали, и там вы, как говорится, ни сном, ни духом, а познакомились, случайно познакомились. И события стали развиваться настолько стремительно, что для вас это было, ну, что-то, не знаю, вроде как фантастика. Вы и сами, может, не верили, может, сами не верили, что это происходит. Вот что-то подобное карта колесницы намекает или шепчет вам, дорогие девочки, на июнь месяца 2020 года. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же нам скажет оракул затмения. Что посоветует, что порекомендует нам этот оракул? Какой совет нам даст этот оракул затмения? Как-то смерть. Не пугайтесь, девочки, не пугайтесь. Это не о том, что вы думаете. Оракул затмения советует избавляться от того, что уже не имеет для вас значения. Более того, от того, что уже не жизнеспособно. Это может касаться не только отношений, девочки. Это может касаться и работы, и бизнеса, и каких-то контактов, каких-то связей, каких-то расходов. То есть, вы сами посмотрите, что для вас сейчас, на данный момент, уже отмерло, скажем так. Вот особенно, знаете, если привести пример, когда открываешь гардероб, и начинаешь смотреть, что же ты носил, а что не носил, когда последний раз одевал. И своего рода производишь инвентаризацию. И оказывается, что часть вещей надо просто уже выкидывать. Либо они устарели, либо вы их больше никогда ими пользоваться не будете, либо они пришли просто в негодность. Вот что-то типа этого. И это тоже, кстати говоря, Оракул затмения советует вам сделать. Хороший совет. Действительно, надо делать иногда инвентаризацию своей жизни, инвентаризацию своих контактов, своих связей, отношений и всего прочего. Вот. На этом я, пожалуй, заканчиваю, лапочки, свой прогноз. Мне остаётся пожелать и вам любви, остаётся пожелать и вам здоровья, обязательно здоровья, и, конечно, благополучия. Будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале.